Действительно, эффективность бюджетных расходов — это такая притча во языцах. Все знают, что многие расходы неэффективны, избыточны, их нужно как-то оптимизировать, особенно в условиях, когда у нас ухудшается макроэкономическая ситуация, уже в бюджете не так много денег, как раньше. И перед группой экспертов с самого начала была такая развилка. То есть либо идти по такой концепции так называемого бюджетного маневра, то есть предполагать, что одни разделы бюджетных расходов являются приоритетными, другие являются менее приоритетными и, возможно, какое-то перераспределение средств одних разделов другим. Но, в принципе, это в рамках еще предложенной концепции в стратегии 2020, то есть что приоритетные виды — это образование, здравоохранение, инфраструктура, а не приоритетные — это оборона, правоохранительная деятельность, субсидии предприятия, в общем, вот такого рода расходы. Вторая была концепция, что в каждом из разделов нужно искать пути экономии. Судя по тому результату, который получился, все-таки возобладала, скорее, вторая концепция, потому что были предложены пути и меры экономии по практически всем разделам. И, в общем, даже в большей степени эти сокращения коснулись тех разделов, которые эксперты, принимавшие участие в стратегии 2020, считали приоритетными. То есть достаточно детально проработанные меры в образовании, в здравоохранении ведущие к сокращению расходов, тоже в социальном обеспечении, хотя эта тема была в меньшей степени затронута. И пенсионная система, в общем, это такой, бесспорно, такой тоже краеугольный камень. Большинство мер, которые предложены в докладе, они направлены на то, чтобы разработать законодательство, улучшить порядок, повысить прозрачность, найти какие-то внутренние резервы. То есть не сказано, какие. И, в принципе, в этом докладе не так много мест, где написано, что расход нужно увеличить. Но что касается двух инвестиционных проектов по строительству ЦКАД и дороги Москва-Казань, там открытым текстом написано, сколько денег на это нужно выделить. В общем-то, становится понятно, что та экономия на социальных расходах, которая предлагается в этом докладе, она в значительной степени необходима для того, чтобы улучшить состояние бюджета, одновременно профинансировав такого рода проекты. Высказанный доклад не является принятым решением. И это как бы одна из крайних точек, крайних позиций. Но никто не сказал, что решения, которые будут приняты, вообще говоря, соответствуют тому же варианту, который предложен. Они соответствуют отчасти той задачи, которая ставилась перед авторами доклада. Перед авторами доклада ставилась задача показать, какие существуют возможности и привести в эту сторону те или иные аргументы. Стоит разделять два вопроса, мне кажется. Вопрос повышения эффективности расходования бюджетных денег – это одна проблема. Вопрос того, что у нас не очень хватает денег на все наши желтхотелки, которые бы хотелось заложить в бюджет в 2014 году – это другая проблема. Вообще говоря, их можно пытаться решать одними и теми же методами, можно решать разными методами. Ну, например, если касаемо 2014 года, бюджет, допустим, который мы бы хотели, у нас не хватает профинансировать, потому что у нас не хватает денег по соответствии с прогнозом экономического роста, у нас столько налогов и прочих доходов не наберется. Замечательно. Соответственно, нам нужно тем или иным образом найти возможность профинансировать либо расходы, которых у нас не хватает денег, либо за счет каких-то доходов, либо их сократить. Один из возможных вариантов, который у нас есть, это вопрос, например, увеличения заимствований, который вполне возможный вопрос. Объем государственного долга не столь велик, чтобы часть расходов, например, инвестиционного характера и особенно инвестиционного характера, нельзя было бы профинансировать за счет заимствований. Ну, хотя бы потому, что непонятно, почему их надо финансировать взамен тех же самых социальных расходов или любых других текущих расходов. За счет текущих доходов. Инвестиции по определению, вещь, которой будут пользоваться не только люди, которые живут сейчас, но и в будущем поколении, и какая-то доля вполне могла быть оплачена за счет доходов будущих периодов, если угодно, то есть за счет обслуживания долга. Это раз. Во-вторых, бюджет состоит из некого объема текущих обязательств, которые уже приняты, зафиксированы, и объемы дополнительных расходов, которые ведомства просят на то, чтобы что-то сделать. Например, они пересчитывают собственные планы, и оказывается, что им по той или иной причине, по их представлениям, не хватает денег на что-то, или они хотят сделать что-то новое и так далее. Так называемые дополнительные заявки на финансирование. Один из самых простых способов, который реализовывался в прошлом, в общем целом, не раз, и, возможно, вариант будет реализован в этот раз, это сказать, что в условиях режима экономии дополнительных расходов у нас не будет. Это существенно снимает накал проблемы при прочих равных с бюджета следующего года, и, возможно, является самым простым, и, вообще говоря, самым очевидным способом. Это не отменяет в ближайшем будущем никаких принятых уже социальных обязательств, институционных обязательств, обязательств в сфере обороны и так далее и тому подобное. Отдельно от этого стоит вопрос о том, как повышать эффективность тех расходов, которые уже осуществляются. Почему авторы доклада выделили, или, скажем так, указали именно эти направления или нет, и почему Минфин отобрал их, можно обсуждать. Я допускаю, что это, да, часть это провокация в том смысле, чтобы поставить вопросы, которые обычно не ставятся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!